Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Жития святых во свете Библии, открытым оком. Вопрос 1883. Это мне вопросы задавали в разных местах, где я вел занятия. Университеты, милиция, воинские части. Вы или великий святой, или великий еретик. Мне страшно за вас. Я считаю, в вашей книге душа радуется. Но когда вот так послушаю, как вы громите все авторитеты, не признаете или подвергаете сомнению даже Серафима Саровского и Авросии Оптинского, где они благословляют монашескую жизнь, одобряют постриги, то руки опускаются. Я ваш почитатель. Ответ. Да нет, я просто верующий, имею пристрастие ко Христу и пристрастие к Библии. Если бы так можно было сказать. Святые, мы все по благодати. И этого слова не надо бояться. А то привыкли окаянный грешник, супергрешник. А Библия этих слов не знает. Нет, если ты уверовал по-настоящему, по Евангелию, по Библии, то ты святой. Исход 23, 22. Если будешь слушать глаза моего и будешь исполнять все, что скажу тебе и сохранишь завет мой, то вы будете у меня народом избранным из всех племен. Ибо вся земля моя, вы будете у меня царственным священством и народом святым. Это еще в Ветхом Завете. Весь израильский народ до единого. Римлянам 1, 7. Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот представьте, сейчас пишет пасхальное приветствие или что-то. И называет патриарх или епископ пасху свои святые. Или в проповеди обращается священник в храме. К вам обращаюсь не братья и сестры, а святые. Потому что братья и сестры вообще обращения нет в Библии. Оно под запретом. Только братья. 1 Тимофея 1, 16. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Если вы не будете полностью доверяться Слову Божию, то книги мои сожжете огнем и гасимом. А меня возненавидите, и это уже недалеко. По-другому быть не может. Христос слышал, как люди ссылаются на авторитет Моисея, прикрывались этими святыми. Но доказал, что и Моисей им не помощник. Иоанна 8, 40. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшему вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Иоанн 5, 45. Не думайте, что Я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Матфея 15, 9. Но тщетно чтут Меня уча учением заповедям человеческим. Иоанна 8, 43. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Это все к православным относится во всей полноте. Когда будете любить Христа и Его Слово, тогда мы будем друзьями. А почитайте, или я не ищу, не одобряю их. Выкиньте из головы имя Мое, но полюбите Слово Божие. И мы будем друзьями. Серафим, Мавросий, жили уже спустя 1700 лет после сказанного Христом. Но вот мы встретились бы с вами, допустим, в 222 году. У нас только Слово Божие. Тогда бы вы какие доводы мне выставили за монашеские пожизненные обеты безбрачия? И за их скрытность и бегание от людей? Я бы вам представил тогда, в 3 веке, точно те же стихи Писания. И поверили бы вы тогда, что монашество – это не евангельское установление Христосима, не благословлял при прощании с землей и при Вознесении. Да, конечно же, нет. Если не верите сегодня Евангелию, не знаете, что такое евангельская вера, без этих гор, надуманной обрядности и условностей, то и тогда бы вы отшатнулись от чистого источника. Иеремия 2.13 Ибо два глаз сделал народ мой. Меня, источник воды, живой оставили, а выстисли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Я еще раз говорю, мощи всем надо захоронить. Все до единой волосинки, до единого микрона. С почестями, с песнопениями, с присутствием патриарха, епископа, синклита в подобающем месте. В прах ты и в прах возвратишься. Все. И из праха восстановит распадующуюся кожу мою. Из праха, ни из антиминцев, ни из мощевиков, это Ев говорит, нигде нет намека на то, чтобы мертвецов выкапывать, а потом расчленять их, резать, крошить, фаршировать. Нет этого нигде. По-другому это слово не называется, как противление Слову Божию. Это зло. Отставили Бога, а выстисли себе водоемы. И начинает пример тогда говорить, а на них благодать Дух Святой, об этом сказали святые, Иоанн Дамаскин. Это все человеческое. Каждый ответит за себя, дописали они или нет, еще мы не знаем. Это нам так сказали. Мне сказали, что вот моя мать такая-то, показали. Я так и думаю, что она моя мать. Она у меня горянка, она, как сказать, волосы темные, а я вес в отца. В отца я похожий, а в мать? Может, они меня усыновили? Ну, мне так сказали, я в это поверил. Доказательства, что мне никаких нет на это. ДНК, разные резусы не испытывали. Начали бы себе высекать разбитые бассейны и злиться от жажды. А теперь за давностью много пришло нарушителей. Они по ревности многое делали не по рассуждению. Это же и так им понятно, что авторитет их умышленно создан монахами. А сегодня к ним обращаются как к авторитету. Я им привожу массу мест и Слова Божие. А они мне часами долдонят. Серапим, Амроси. У вас вера не Христова, а Серапимовская и Амросиевская. И вы любите их заблуждение, а чистое Божье Слово не знаете. И не тянетесь к нему. Вы мне явно не друг. Это в университете я отвечал. Вопрос 1884. Нравственное состояние священства и мирян сегодня хуже некуда. Это и не вооруженным глазом видно. Но как было при гонениях? Ответ. Гонения эту шелуху сдували. А когда наступал мир, то быстро все затягивало ряской болотной. Псалом 77, 34-37. Когда он убивал их, они искали его и обращались. И с раннего утра прибегали к Богу. И вспоминали, что Бог их прибежище. И Бог Всевышний избавитель их. И льстили ему устами своим, языком своим, лгали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним. И они не были верны завету его. Киприан Карфагенский, 31 августа. Цитата. В сане епископа Киприан обратил свое внимание прежде всего на благоустроение церковное. Следует заметить, что в то время было немало христиан, которые только именовали себя христианами. А в действительности проводили жизнь недостойно истинного христианина. Так как гонения от язычников на христиан прекратились уже давно, и церковь наслаждалась почти сорокалетним миром, то некоторые христиане легкомысленно дозволяли себе отступление от строгих христианских обычаев. Вот как сам Киприан описывает в нравственной недостатке его времени. «Каждый заботился об умножении собственности. В иереях не было ожидаемое по их обету благочестие. В служителях-клириках не было чистой веры. В делах – милосердие. В нравах не было благоустройство. Многие христиане не хранили твердой истин веры Христовой и отступали от Христа. Допускали счастливые безрассудные клятвы, презрение и непослушание предстоятелям, злословие и взаимная вражда. Ввиду всего этого, святому Киприану в сане епископа пришлось весьма много потрудиться на пользу внутреннего благоустроения церкви. В скором же времени, по поставлению в сам епископа, святой Киприан приступил к искоренению вкравшихся в жизнь христиан беспорядков. Киприан обратил внимание свое прежде всего на клир, на самих пастырей церкви, которые являлись руководителями народа. Киприан не допускал никого даже к низшим степеням служения в клире без предварительного, тщательного исследования о способностях и поведении каждого. Он требовал известной подготовки от лиц, желавших выступить на служение церкви. Самое испытание в знании христианского учения Киприан производил в присутствии пресвятеров, как это известно относительно Аптана, коего Киприана в начале своего епископства назначил учителем оглашенных. Это в книге, это седьмой-восьмой том открытым оком. Я после каждого ответа вопроса ставлю стихи, это мои стихи. Но для сокращения времени я их пропускаю. Вопрос 1885. Видно, что автор многих житий был монах, так как он прославляет жизнь монашескую. Да и в епископы ставят только неженатых, как будто умных людей нигде больше не найти, а как только в монастырях. Были ли случаи, когда измерян находили на управление церковью достойных? Это вопрос-то прямо на сегодняшний день. Избирает патриарха Кирилла. И какие условия? Одно условие. Жребий. Проголосовали, три депутата избрали. Жребий. Одного избрали. Как у патриарха, тихо оно было. Так ведь не так, побоялся этого. Нас брали бы слепого, схиархи, мандрита какого-нибудь, схиепископа. Ну, руку сунул там из шапки или где, вытащил и все. Не пошел на это. А условия поставили. А условия какие? Те, под которые он подходит. Он очень хотел быть патриархом. Что тут скрывать-то? Он рвался туда всю жизнь. Один уходит сразу, а другой еще сражаться. Ну, ясное дело. Он сначала договорился с президентом, со всеми. Ну, и какие условия-то? Должно быть высшее образование, академия. Неплохо, когда у него звание. Еще сверху подмажет по видлам. Еще что. Ну, стаж работы. А какой работы? Канцелярской. Не меньше 25 лет. Это Брежнев как-то вводил. Такое правило. Льготы. Герой труда, герой соцтруда. Без очереди. И имеющий стаж не менее 50 лет. Потому что у него было уже 51 год. И вот это стаж 50 лет. И вот половина афиши занимала указ в вокзале. До того смешно было считать. Вот меня бы патриархом избрали, если. Ну, кандидатура моя была. Я бы поставил другие условия. В патриархии избирать только того, кто сидел за Слово Божие. Кто ратовал за это. Все. Вся патриархия, как говорится, сдохла бы на корню. А далее. Ну, я бы стал уже и физически. У кого зубов нету, глаза слабые, уши не слышат. Бронхипорченная. Ничего-то от мороза. В гулаговских морозилках-то. Ну, и все, никого нету. Я один. Я один. Патриарх. А что будете делать, если патриарх-то... Как патриарх-то? Власть свою устанавливать. Первое, что сделал бы, я попутно хочу сказать. Первое. Наипервейшее. Прекратить все строительства храмов с часовен. Долги вернуть. У кого брали? У государства. Пока они не выросли в три раза больше. Второе. Сразу же приступить к открытию училищ. Не менее тысячи в один день открыл бы. Да как так? Очень просто. Деньги освободились, ничего не строится. Закупать. Типографии. Дешевое печатать. Евангелие, Новые Заветы. И наполнить страну новыми заветами. Ну, тысячи учителей в один день. Мне говорят, это нереально. Таких учителей нету. Есть. Я бы пошел к отделенным баптистам. Он не зарегистрированно. Поговорил бы с регистрированным. Я их вызвал к себе. Патриарх не поехал бы, как сейчас езжу везде по всему миру. Ну, и сказал, вы готовы распространять Слово Божие? Конечно. Так вот, нам нужны проповедники, учителя, которые научили бы православных любить Христа, любить Библию. Но нигде не делать попытки что-то опровергать православную догматику. Ни иконы, ничего не задевать. Согласны? Я в один день набрал бы тысячи учителей прекраснейших. А они не знают где. Ну, а потом? Ну, а потом что? Училище я тебе открыл. Готовить миссионеров. Все это в быстром порядке. В течение одного месяца. Все, которые не крещены в полное погружение, под запрет. Кому нет 30 лет под запрет. Вот и все. Количество людей уменьшилось бы. А потом в церковной ограде, где начинать учить по небу. А потом запускать по одному, кто покаялся. Искать рождение свыше. И было бы это, все изменилось бы. Вот как я подвожу к тому, что здесь было. Это фантазия, я вам рассказываю. Сказка говорит ложь, а в ней намек. Добрым молодцам урок. Это как-то в Испании было. А там, говорят, чтобы человек был годный на монарха, у него должно быть, кажется, 3 или 4 высших образования. Военную академию окончить. Ну, и однажды они решили испытать народ. Вот он знал, я умный человек, умный. Ну, и умер, когда, кто он там у них, король, как называют. И объявили, да что ты думаешь, 300 тысяч человек заявили, хоть сегодня готовы стать императорами. И ничего, пойдет страна. Ну, какой был Ельцин-то? Пьяный, бродяжка. И однако же избрали, потому что кому-то выгодно разворовать все это дело. Это все между делом. Измерян. Были ли случаи, когда находили на управление церковью достойные? Были, но сейчас не допустят. Потому что сегодняшние какие условия ставят? Не Павел не попал бы туда. Ну, Павел еще бы там. И раввин был. А остальные-то Петр, другие не попали бы. Так что все католическое пошло под снос. Ответ. Такое было и не раз. Святой Тарасий избран на патриаршество Измерян. 1 царь, 16-7. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Тарасий, 25 февраля. Благочестивая же царица Ирина со всем царским советом стала отыскивать на место Павла, человека вполне достойного и мудрого, который бы мог прекратить церковное смятение. Но никого другого, кроме Тарасия, они не находили. Ну, кто впереди, говорится, Павла? Если никто не знает Павла, приходится пояснить. Это Павел, как помнится, это был Павел VI, патриарх. Готовились какие-то церковные реформы. И вдруг узнает царица Ирина, что он подал за штат. Она так и взахалась. Да на нем все держится. Он говорит, я не достоин. Я подписал один документ против православной веры. Я добровольно слагаю себя все в монашестве и ухожу в затвор. Да что ты делаешь, да как? Бесполезное дело. Он уже вопрос отрешил. Вот чего сегодня не хватало епископату. 100% епископов ставленники мирской власти были в московской патриархии. Нарушено правило на правило было. Употребляя мирские власти, стали епископы. Это 7-й Вселенский собор, 3-е правило, апостольские правила. Они должны были уйти. Избрали бы новых, совершенно не запятанных. А они остались, эти филареты, ювеналии, петеримы. Ну и дальше-то что пошло дальше? Алексей, все должны были улететь с патриархом. А почему? А вот с методом. Почему Павлу никто не подражает? Да такие ведь документы подписывали. На все соглашались. Все против нейтронной бомбы воевал, патриарх Пимен. Но как же быть-то теперь? Он говорит, а вот у меня помогает, там свечку носит. Может быть он даже не чтецом не был. Татарасий. Он верующий. Да уже он мирянин-то. Ну мирянину сегодня его положить, рукополучие часа, и по диакона, диакона, пресс-фитера, епископу. Ну и на шестой день. Все. Он будет патриархом. Вы ничего не нарушите. Ну и дальше. Татарасий тоже будет святой. На Татарасию многие последовали. Да увы. Но в России было так, чтобы измерял. Увы. Если они к этой власти дорвались, они вот так ее. Что интересно, Господи, владыка живота моего, великий пост считается, то после реформы Никена выбросили слово первое. Господи, владыка живота моего, дух, праздности, уныния, любоначальное празднословие. А там нас написали. И сребролюбие, не дашьми, сребролюбие выкинули. Да разве было? Было, ну пойдите к старообрядцам, которые держат старый обряд. У них это слово есть. А почему? Утонули все в этом. И оно обличало это. Все остальное как-то незаметно. Ну, празднословие или не празднословие, уныние или не уныние, иди, проверь, обыщи. А это-то понятно, миллионами, сотни миллионов долларов владеют. Табачные, водочные, магнаты. Что тут скрывать-то? Иначе какие мы верующие? Это мы просто богомерзкие все, если мы лукавим. Тарасий был тогда мирянином. Посвященный последовательно во всей иерархической степени святой был возведен на патриаршество, имея крепкое упование, что Господь поможет ему истребить ересь иконоборцев. В Сафроне 11 марта. Ян Милостивый, 617 год. Патриарх Александрийский, сын сановника на острове Кипри. Потеряв семью, он посвятил себя скетической жизни и заботам о бедных. И хотя он не был ни монахом, ни клириком, но был избран по желанию народа патриархом. Но это вот в это время еще пораньше маленько. Сделавшись патриархом, он прежде всего сосчитал всех нищих в Александрии. И раздав им все имущество, посылал щедрую милостыню ко гробу Господню. Давал у себя приют бедствующим, выкупал пленных. Ой-ой-ой. Вот по таким-то качествам-то хоть один епископ сейчас подойдет или не подойдет во всем мире. Чтобы вот так вот имение раздавать, на учет поставить нищих. Когда жители Александрии, страшась нашествие персов, стали разбегаться, Иоанн отправился в Константинополь просить войска для защиты города. Василий Великий 1 января. Приняв Санкт-Петербург, святой Василий все время свое посвящал трудам сего служения. Так что отказывался даже от переписки со своими прежними друзьями. Попечения об иноках им собранных, проповедания Слова Божия и другие пастырские заботы не позволяли ему отвлекаться к посторонним занятиям. При этом на новом поприще он скоро приобрел себе такое уважение, каким не пользовался и сам архиепископ, еще недовольно опытный в делах старковных, так как он избран был на престол Кесарийский и Заглашенных. Но едва прошел год его преследовательства, как епископ Евсевий начал по немощи человеческой завидовать и недоброжелательствовать Василию. Святой Василий узнал о себе и не желая быть предметом зависти ушел в Понтийскую пустыню. Или пустыню. Григорий Низкий 10 января. Кто не знает, это родной брат Василия Великого. Когда против святого Григория Богослова возникла ожесточенная борьба со стороны некоторой части духовенства, зараженного еретическими лжеучениями или расположенного к еретикам, вследствие чего он должен был оставить Константинопольскую капитру. Святой Григорий Низкий вместе со многими другими всячески старался разрушить эту вражду. Но не будучи в состоянии сделать это, преподал советы о вере и новом призвании преемнику Григория Богослова Нектарю Избранного из оглашенных. Левкий исповедник. 20 июня. Блаженный игумен Никита приставился ко Господу, когда Евтропии было еще только 17 лет. Несмотря на это, братья, посоветовавшись между собой, просили юношу, еще не постриженного инощества, быть их игуменом. Когда же Евтропии исполнилось 25 лет, братья, собравшись, сказали ему, «Зачем ты пренебрегаешь и нашей нуждою, и нашими просьбами? Почему не хочешь быть нашим начальником?» Вот прошло уже 7 лет, как мы со дня кончины блаженного отца нашего Никиты не имеем игумена, и каждый живет по своей воле. Смотри, не ответить бы тебе за гибель нашу, если какой-либо волк, войдя в обитель, расхитит стадо Божие. «Мы же никого другого, как только тебя одного, желаем иметь своим отцом. Мы все видим твою святую жизнь, знаем о твоем добронравии и данной тебе от Бога премудрости». Так, оставаясь непостриженным, он являл собой пример истинного инока. Вот очень часто спрашивают, а что вы заканчивали? Это раньше еще было. У меня один ответ. Я не заканчивал ни семинарию, ни академию, ни одного класса, ни одного дня. Постоянно всегда спрашивают, а кто благословил проповедную? Да Господь благословил. Ну, а священник какой? Вот привязали, как дощечки какой, и ничего не могут сделать. Ну, Бог благословил, и Евангелие говорит. Стали говорить о поклонах, а вас, батюшка, благословил поклоны делать? С ума сойти. Как в мире говорить, а фонарить надо. А что это, попы все подмяли под себя? Не дохнуть, не шевельнуть все. Яйца варить вкрутую или в смятку? Едут в монастырь узнавать. Давай. Если стущалось, что священники не слушали добрых архиереев, то что с ними они делали? Вопрос 1886. Ответ. Или наказывали, или запрещали, или совсем отлучали. Было и похуже, что ослушников настигала смерть. Евреям 13.17. Поминуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Все сектанты попадают под этот стих до единого. А те пастыри, которые у них, это не из церкви. Из церкви должно быть рукоположение от апостольских времен. Третий Иоанн 1.10. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и довольствует тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Слава Иисусу Христу! Слава Христу! Слава! Слава Христу! Слава! Утреннее приветствие, проверяй, живые мы или нет. Сестра Татьяна Кузьминиша Капустина всегда звонит. Геннадий, 31 августа. Призвав сего клирика, патриарх начал увещевать его, отечественно исправляя его духом кротости. Но видя, что он оставался неисправимым, повелел слегка наказать его. Когда же тот продолжал быть неисправимым, и наказание не действовало на него, патриарх послал одного из слуг своих в храм мученика, при коем находился Харисим, этот непослушный, умолять мученика, чтобы он сам исправил бы или отсек от церкви, преданного грехам клирика, своего храма. Посланный, приняв храм, встал перед алтарем и, просержив руку к гробу мученика, сказал, «Святой мученик или ферии, патриарх Геннадий возвещает тебе через меня грешного, что клирик Харисим, служащий в твоем храме, совершает многие беззакония и творит соблазны. Посему ты или исправь его, или отсеки его от церкви». После всего на другое утро Харисим был найден мертвым. Вот какую силу имела молитва. А сейчас бы этого Харисима сюда посадить и спросить, «Харисим, на что ты надеялся?» «Лучшего покаяния-то никто бы и не принес». Что он за это время испытал? Без покаяния, внезапно. Видимо, ангел подошел, ткнул его на том свете. Вопрос 1887. Часто священники рассказывают разные побосенки и выдают их за святые истории. Откуда они это берут? Ответ. Жизнь подставляет эти примеры, и в житиях хватает этих присказулек. Иеремия 23, 28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, «А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно». Что вообще у Микины с чистым зерном, говорит Господь? И вот везде, где храм строите, что-то сделаете, все видение во сне, в тонком сне, в тонком. В глубоком они не бывают. А это Микина. Живое слово – это Библия, святая Библия. Пафнутий Боровской, 1 мая. А одна милостыня может спасти человека, если живет он законно, говорил преподобный. Откуда он брал это? Милостыня одна спасет. Тогда все и мусульмане могут спастись. Подряд все, весь ветхозаветный народ израильский, который в Ягову-то, может, не верил. Один милостивый человек скончался, а другому было откровение о его загробной судьбе. Приведен был умерший к реке Огненной, а на другой стороне реки – рай. Чудное место, светлое, злачное, прекрасный сад. Но не может никак перейти душа человека через страшную реку. И вот приходят множество нищих, получивших его милостыню. Они ложатся мостом через реку, и милостивый человек переходит по мосту в рай, по ним. Ну, во-первых, это не, говоря так, пропасть. И крест, который несешь, его перекинуть, ну, через это, ров какой-то. Ну, это понятно еще. Но они ложатся. Да река первая уже снесла, его нету, второй. И как по ним идти-то? Когда каждый сам по себе не может удержать. А настолько это выдуманное. А вот по ним он перешел. А где вы это видели? Ну, во сне одна благочестивая прихожанка. Или что-нибудь еще. У Амросия Юрасова тут есть такой архимандрит Ивановский. У него все на прискозульках, вот на таких. Я ему в четвертом томе открытым оком даю полную отповедь. Его вопросов 60 разбираю, и почти ни одного нет, по слову Божию. Вопрос. 1888. Почему вы не согласились стать священником? Сколько вы пользы могли принести? Ответ. Мог и не раз. Многие епископы здесь и за границей покушались мне обрезать свою иерархию. Не мое это дело. Кроме того, это сильно подрезало бы мою благовестническую, миссионерскую работу. Это понимал митрополит Виталий. Хотя и предлагал рукоположиться ради эксперимента, что, может быть, это мне бы как-то помогло еще шире в проповеди. Из жития известно, что святые почти все поистине или только для приличия отказывались от священства. Тем более от епископства. Многие искали это чести, но они не во святых. Поистине говорю, что лично я да не достоин быть настоящим пастырем, как его рисует Златоуст. Да при том не могу горбатиться перед тем, что не по Библии. Меня тут же и запретили бы. И был бы я не просто лысый старикашка, а еще и с приставкой «растрига». Это ли нужно проповеднику? Галатам 1.10. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Помню, я был в городе Фронзе, Бишкек теперь. И коснулось быть в крестилке. И там крестил священник Борис Бузмаков. Ну, примерно 25 человек я посчитал. На все, про все у него минут 18 ушло. Люди что знали? Это только то, что та, которая помогает, свечки тушит, там ставит. Вот она, что людям успела сказать? Больше они ничего не знали. Веселый батюшка вышел. Ну, все заплатили квитки. Есть, есть, батюшка. А народу кричат, там кубовья, дети орут. А он никакого внимания не обращает. Он как рыба. Плывет. И начинает. Мажет, разговаривает с другим. Мажет, бежит, мажет кофточку, кумы. Вообще не видал такого. Я последний подошел. Он, что, не успел? Заходи. Я говорю, да нет, я успел вовремя. Что ты творишь? Да разве так крестил? Ты же народ весь разращаешь. Он меня вот так кулаком в бок сунул, но шутеяно, не больно. Да брось ты. Поехали в ресторан со мной. Я говорю, я архиерею на вас напишу жалобу. Да ладно, брось ты это. Кому это все нужно? Я написал. Архиереем был в Ташкентске, тогда в Арфоломее. А мой брат ездил, получал свечи, павил, ну и все остальное там церковное. И он его знает. И он спрашивает, это не брат твой? Он говорит, да, это мой старший брат. И он, что, сам написал это? А я там на каноны ссылаюсь. Да он написал-то там же, в крестилке. Как, на память, знает, писание и это. Да он многое еще знает. А ну-ка, адрес дай его мне. Его заинтересовало, и он меня тут же вызвал. Ну, я поехал. Познакомились. Я скажу, что он мне понравился. Худенький такой, боевой, острый просто где-то. И он меня сразу направил. Там один на покое был Василий, архимандрит или кто. И тот меня начал, как говорится, натаскивать. И все, меня уже приготовились рукополагать. Я говорю, подождите, владыка. Дело-то в чем. Что я буду поступать, если буду священником-то по канонам. Да я такого ищу как раз. Они все нарушают. Как Антоний говорит. А посылай трудиться, а они воруют. Да нет, владыка, я ведь буду крестить в полное погружение в реке. Так и надо это. Так отец, которые неправильно крещеные, то их надо крестить правильно. Как правильно? Так они крещеные. Ну, они моченые, они вот так, ладошкой мокрой по голове и все. Ну. Так нет, надо крестить. Ну, а теперь привезли покойника, а он даже в храме не был, не вернущий. Я же не буду его отпевать-то. Как же не будете? Ну, он же, говорят, крещеный был. Да мало что говорят, он в храме не был. Я спросил, он не причащался, никогда не был. Всю жизнь не ходил-то. А потом я стал спрашивать, они говорят, да он коммунистом всю жизнь прожил-то. Ну, все равно, надо раз привезли, иначе мы народ-то оттолкнем. Никого не будет. Я говорю, я вам. А он мне говорит, три храма у меня вот здесь, нет священников. Я любой поставлю. От оденоколорики, а я рыбу люблю ловить. Он говорит, вот поставлю туда, и там будешь проповедовать. Я говорю, я с первого дня вам не буду покоряться. Вам. Да как же так? Дело в том, что я знаком с Дмитрием Дудко, и показал ему о нашем уповании, его небольшая книжечка. А ну-ка дай сюда. А пока погуляй. Я погулял, прихожу, ты мне эту книгу дай. Я говорю, я не могу, это дар мне. Он вытаскивает, как помню, кажется, Библия. Давай обменяем это неравное. Библия еще сравнивает с чем-то. Никак нельзя. Никак. Что же делать-то? А он меня, видимо, тоже приметил. Приметил. И хотел, чтобы я был рядом с ним. Ох. На тебе деньги. На самолет. Иди пока домой, там трудись. Потому что священника я найду. А на ваше место, я понял, никого больше нет. Благовидная причина. Сидим за столом в Синоди в Америке, в Нью-Йорке. И там Виталий. И сегодняшний первый иерархий Ларион. Капрал. И меня они давят на это. Я уж по секрету могу сказать, что я епископом. Не один раз уже мог быть. Я говорю, это не мое, владыка. И стал рассказывать, где я бываю. Он подумал, да, наверное, кое-где вам этот путь будет закрыт. Вот. Тут Вениамин. Черноморский тогда был. Меня в эти, рукоположить. Там говорили сколько раз. Да не мое это, не мое. Да у меня люди. И тут был Гедеон. Да Кукин. Потом митрополит Ставропольский. Да он до того разобиделся и отказался. Он меня в Большой Улуй посылает. Такое там в тайге. А я перед этим сон увидел. Вот такая вот, когда быка убивают, ну, режут-то. И шкуры большие, и шкура на шкуре лежит. Засохшие, они делаются как железные. Вот как крышу кроют железом. И вот такая куча. И мне голос говорит, обрабатывай их. Я говорю, да они такие не поддаются обработке. Это их надо было, когда убили, солью засыпать. Я знаю, я шкуры выделывал сам. Скорняк называется. Это не идет. И тогда проснулся. Я Владыке написал. Я говорю, Владыка, Гедеон, я не могу выделывать эти шкуры засохшие. Как он разобиделся. Да у меня люди годами тут в кочегарках работают. При церкви служат, чтобы я руку положил. А вас я хотел поставить. Да вы, да кто такое. Ну и разобиделся. А потом в Красноярске был. А там благощинный был. Бурдин, отец Александр. Он, ну давай, священники. Ну, какую ты пользу принес с тобой. Я говорю, да у меня ни один уполномоченный допустит. Уполномоченный. Да мы с ним на короткой ноге. Он все делает как надо. У нас очень хорошее отношение. Отец Александр Бурдин, он с красным дипломом академию окончил. Их три брата, все священники. Я говорю, не знаю. И вот он звонит. И тот сразу соглашается. Даже не спрашивает. А я сижу рядом. И тот довольный меня, Маша, подмигивает. И сказать, вот, рукополагать сейчас к епископу. И все будет сделано. А потом он спрашивает. Уполномоченного в Красноярском крае. Лапкин. Лапкин? Ни под каким видом. Гляжу, тут краска на лице. Да, ну я хотел вот как-то. И, видимо, он говорит, да забудь про это. Я там краем-то в ухо что-то слышу. Вот и все. В священнике даже. Меня близко не допускали. И они знали, почему и как. Мне секретари горкомов партии вызывали. Какую бы вы могли пользу партии оказать. Да вы, да со знаниями вашими. Я бы никакую пользу никому не оказал. Куда они меня тащили. Да и тут-то я делаю, если пользу один Бог решает. Не судите никак прежде времени. Я одно. Люблю моего Господа. Я люблю Святую Библию. Как я люблю моего Христа. Я жду встречи с Ним. Вот это я могу похвалиться. Написано, хвалящийся, хвались, что знает Господа. Я его знаю. Я каждый день предстаю перед ним. Семь раз минимум в день. Как Псалом 118, 164 стих говорит. И главное, что меня страшит, это покойники. Отпевать всех подряд? Мои ноги не выдержат молений длинных. Потом еще треба и полное отстранение от народа, от проповеди. О нет, избави Бог. Я уж на низу пирамиды. Так и буду асценизатором и чернорабочим. Святой Ангелтоус. 350-й, 407-й годы. Почему 350? Не знаю. 340-й у него. Может быть, наверное. Состояв звание диакона в Антиохии и желая избежать пресвитерского и епископского служения, написал в свое оправдание шесть слов о священстве. Священник должен во всем столько превосходить всех, за которых просит, сколько защитник превосходит защищаемых. Душу священника обуревает волны сильнейшие тех, которые ветром поднимаются в море. И прежде всего видится огромная скала тщеславия. Любовь к похвалам. Слушайте, батюшки. Все за другими смотрите. За собой посмотрите. Скала тщеславия у каждого. Почти. Желание чести. Неразумные и вредные почести. Благосклонности. Робкий страх. Страх и корыстолюбие. Благосклонности. Отсутствие дерзновения. Великий вид смиренно-мудрия, в котором истины нисколько. Устранение обречения пяти мей, или лучше сказать, применение их даже выше меры к людям незнатным. А перед людьми, обреченными властью, несмелость, не позволяющая рот открыть. Вот священники, заучите это наизусть-то. Соответствуйте этому, и вы больше ни разу ризу не наденете, пока не станете такими. А я это считал, видел, я не такой. Хотя, что просчитано, ко мне вообще-то не относится. Вообще этого нету. Но я по другой шкале мерил. Пороки священников могут быть и скрытыми. Но хотя бы они были малы, скоро делаются известными. Грехи обыкновенных людей, как производимые во мраке, губят одних согрешающих. А порочность значительного и известность многим мужа наносит общий вред всем. Для священства должны быть избираемы такие души, какими благодать Божия некогда показала в Вавилонской печи тела святых отроков. Знаю многих, подвязавшихся все время, изнурявших себя постом, пока они могли быть в уединении и заботиться о себе, угождали Богу. И каждый день успевали в любомудрие. А когда, встав в толпе, принуждены были исправлять невежество народа, тогда они в самом начале оказались неспособными к такому делу. Весьма много повредили себе и не принесли никакой пользы другим. Допустим, я соответствую этому. Но и тогда я не пошел бы. Если бы сказали только для проповеди, а больше никак, я бы тогда согласился. А это, эти качества, совершенно естественно. Я просто этим живу. Я не то, что там хвалящийся хвалить Господом, я хвалюсь моим Господом. У меня этого просто не было. Не было, как говорится, скопцы, а родившиеся скопцами. Итак, рукополагающему следует подвергать большему испытанию рукополагаемого. А еще больше, самому рукополагаемому следует испытывать самого себя. По причине неопытности одного, много людей доводится до последней погибели. По слову Златоуста, священник должен быть человеком образованным, особенно же в сведущем священном писании. Блаженный Иероним, 340-420. В своем сочинении о жизни клириков и священников восстает против недостатков духовенства. Цитата. В службе Христовой не ищи мирской прибыли. В противном случае о тебе будут говорить. Они сеяли пшеницу, а пожали терры. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдите же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Иеремия 12,13. Клирика, который занимается торговыми делами, из бедняка стал богатым, бегает как язвы. Священник, заботящийся от собственного обогащения, делает себе бесчестие. Иероним советует по возможности избегать даже подарков. Что польза, если ты не ешь скромного, а между тем выбираешь себе лакомое ядство. Поверь, самый строгий пост там, где хлеб и вода. Считай как можно чаще божественное писание. Или лучше, не выпускай из рук священных книг. Чему ты должен учить, тому научись сам. Береги, чтобы поступки твои не отроргали твоих слов. Чтобы в то время, когда ты проповедуешь в церкви, кто-нибудь по себя не сказал о тебе. Почему же ты сам не делаешь так, как учишь? Я слышал одну проповедь. Когда человек говорил проповедь, люди говорили, о, какой он. Хоть бы никогда с капельры не выходил. А когда сойдет, тогда говорят, да хоть бы он никогда на капельры не восходил. Это два разных человека. Руки, руки Исава, слова Иакова. Слова пресвития должны быть украшены словами писания. Что интересно, патриарх выступает, по-рождественски бывают какие-то где-то. Ну, нет, слова Божия нету. То ли из-за того, что кто-то говорил, или что-то. И местный епископ тоже ничего нету. Но вот патриарх стал употреблять слово Божие, и я насчитал у него шесть мест Библии. Гляжу, местный выступил, но только пять, чтобы не наравне, иначе шал к чему будет ему. Уже пять мест Библии привел. Ясное дело, что не Христу подражают. Слова пресвития должны быть украшены словами писания. Я не желаю, чтобы ты витийствовал на показ, выходил из себя, говорил много, не давая в том себе отчета. Все имеющие власть, прежде всего, должны обращать внимание не на власть над подчиненными по своему желанию, а на равенство с ними по природе своего происхождения себе. Григорий Двоеслов, правило пастырское, 604-е. У нас у брата Игоря, там знакомый был. Ну, нормальный парень. Ну, вот его поставили священником. И они встретили, стал говорить, он сразу в позу стал, ты как со мной разговариваешь? Да я же священник. Ой-ой-ой. Все, все. Игнать Иванович? Вопрос 1889. Игнать Иванович? Все, все. Все.